последние последние рододендроны доцветают и вдруг посмотрите что я нашла для вас вот такое великолепие этот огромный куст два куста даже облепленных цветами как опять же мне объяснил вот этот вот садовник который здесь находится ухаживать за цветами он сказал что вот куст белый и розовый рододендронов посажен специально вот у беседки айскрим вот это вот у них тоже но это не беседка как называется большая какая-то такая ротонда не ротонда не знаю территория где кушала семья королевская вот мороженое и мороженое они предпочитали цветов вот таких розовых это значит стробари клубника и белых это значит пломбир излюбленный наш и вот эти вот цветы такого цвета здесь как бы вот характеризуют вот это вот этот пломбир и стробари айскрим так классно все оказывается здесь у них не просто так посажено а что-то значит и здесь странным образом все еще сохранились цветы на кусте на этом рододендрона кусты огромная как вы видите они намного выше меня где-то под 3 метра наверное и вот как по-разному отцветают зацветают но уже большинство отцвели и вот мне тоже абсолютно непонятно почему некоторые не так цветут обильно и сильно а некоторые но просто посмотрите это же как невеста и розовый у розового помельче соцветия конечно в два раза почти но посмотрите как буйно а запах друзья какой запах великолепный и вот опять хочу запечатлеть всю эту красоту здесь просто даже листьев не видно одни цветы пока еще это все не завяло вот это беседка и вот этот вот парк не парк садик маленький где тут гуляли и кушали мороженое вся царская семья муж жена и их девятеро детей и посмотрите белые петушки белые ирисы боже мой белые рис и какая прелесть ой чудо просто чудо вот опять же никогда не видела белых ирисов огромные красивые только-только расцвели еще и бутонов у них очень много ой какая красота друзья мои боже как я люблю здесь гулять здесь вот что-то выращивали в теплице но что-то как-то похоже что никто за ней давно не наблюдал потому что видите все повяло ничего не поливалось давно к сожалению специально подошла поближе показать вам вот это дерево инжира посмотрите распластанная опять вдоль стены огромная толстая сколько лет уже ему и вот тоже таким веером она вдоль стены очень необычно вот такой же веерообразный написано печь печь это персик вот он такой но что-то вы знаете вот как раз персик то этот чувствуется они очень эти у него такая какая-то болезнь на листьях вот еще посмотрите вот такая теплица оранжерея типа зимнего сада наверное да здесь комнатное растение как вы видите в основном ой зашла и сразу здесь чувствуется влажность и очень жарко но посмотрите сколько всяких разных домашних цветов и чего тут только нет название я знаю не всех по моему для любителей комнатных растений это просто рай посмотреть как они здесь растут красиво и сколько здесь их но не сказала бы я что уж так уж много разнообразных здесь сюрприз растает но очень красиво опять пальма необычная посмотрите традисканция как красиво друзья а вот это что за растение но это вот по нашему по старому называется крокодильчики по моему да а вот это вот не знаю так красиво тоже смотрится какая-то пушистая даже на ней пушок цветет видите вот еще цветет ой как мне нравится здесь как классно хотя растения повторяются но их здесь очень много вот интересно было бы узнать у тех кто серьезно занимается цветами что это за название цветов вот этих таких я не знаю и вот это красавица боже мой боже мой боже мой ну не знаю как мне понравилось здесь просто прям даже хочу какой-то отщипнуть кусочек и стесняюсь наверное и вот еще хочу вам показать посмотрите я вам показывала в аббатстве вот такие вдоль стены плоские деревья груши мне кто-то сказал шпалерная груши да а здесь это яблони уже тоже вот такие плоские и здесь они притом очень уже видно такие знаете взрослые деревья судя по их корням и по стволу и видите они опять обильно цветут вот тут целая стена и они вот такие вот плоские абсолютно видите вот как они выглядят такая вот с двух сторон вот как ограда не ограда яблоки уже и тут же рядом вот такие вот груши ведь они уже отцвели у них уже очень много плодов я говорю о том что что груши потому что вижу по листьям и вижу по плодам вот тоже эта груша она здесь на беседке видите вьется как бы до нерева здесь второе такое же распластанное ой-ой-ой начинают расцветать кусты роз которых здесь тоже великое множество вот мне опять этот садовник рассказывал очень много о своих цветах и вот он сказал что при их приезжайте в июле в начале августа здесь у нас будет абсолютно другие цветы мы все высаживаем по сезонам и розы будут цвести вот постараюсь вас привести тогда а по-моему и сегодня все это великолепие послушайте птицы поют вся эта красота она по-моему великолепна в любое время года уже пошла по другому проходу по другой беседке и опять видите все вдоль вот эти вот здесь опять яблони плоские как интересно здесь на стенке куст белых роз вьющийся но он по-моему уже отцвел что ли даже не пойму мало цветов и как все грандиозно красиво и это все можно смотреть бесплатно друзья так же много ходит здесь людей любуются все точно так же с камерами с фотоаппаратами все фотографируют и только и слышу amazing wonderful great даже кто-то чихнул правда здесь вот просто целая такая поляна с разными кустарниками опять видите вот тоже опять сколько раз говорила это же сколько труда приложено вот это все посадить вырастить подобрать красиво там по-моему посмотрите боже пионы ну да целая плантация пионов и они еще в бутонах посмотрите сколько их здесь много вы представляете значит надо опять приходить через сколько они интересно расцветут показать вам эту красоту странные желтые цветы тоже к сожалению уже отцветают но никогда не видела и не знаю что за цветы даже не имею представления но хотя конечно я не такой большой знаток как вы уже убедились вот не знаю я этих желтых цветов посмотрите ландыши 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 совсем немножко но есть а это вот узнаете это мята притом самая натуральная мята это не мелиса вот говорят что чай это как раз из мятной травы надо собирать надо пить очень полезный мне сказали что я собираю в лесу мелису ой боже мой какая прелесть